Всем привет! Я не разбираюсь в физике, но если начинаю разбираться, то у меня возникают вопросы к официальной науке физики. Вот смотрите, есть теорема о сложении скоростей. Классический пример из этой области. Поезд едет со скоростью 50 км в час, а пассажир шагает по коридору поезда со скоростью 5 км в час в направлении движения поезда. С какой скоростью движется пассажир относительно местности, по которой едет поезд? Мы складываем скорость поезда и скорость пассажира и получаем 55 км в час. Логично, да? Это дело выражает классическая формула VA равно VR плюс VE, где VA и будет скоростью пассажира относительно местности. VR скорость транспорта, а VI скорость объекта, который движется внутри транспорта. Все логично и вроде бы проверяемо. Вместе с тем, в физике считается, что скорость света в вакууме – это наибольшая предельная возможная скорость движения частиц, в том числе и атомов. Из чего же состоят поезд и пассажир? Ввестима из атомов? А теперь допустим, что поезд разогнался до скорости света. Ну, не поезд, а звездолет. Вот. И там начинает шагать пассажир в направлении движения. Согласно формуле, выражающей теорему о сложении скоростей, скорости поезда и пассажира складываются. Складываются. Значит, пассажир будет идти относительно космоса быстрее скорости света. Будет идти быстрее скорости света, ибо звездолет мы разогнали до скорости света, а пассажир еще и топает внутри корабля в том же направлении. Возникает противоречие. Либо что-то не то с формулой, и в нее надо внести поправку, либо утверждение о том, что скорость света – предел, ошибочно. Ученые дали себе ответ на этот вопрос при помощи уже не обычной, но специальной теории относительности, а нехитрую формулу сложения скоростей как бы дополнили, но только для больших скоростей, преобразованием Лоренца. Иными словами, в современной физике, уверовавшей как в Бога в теорию относительности, обычное сложение скоростей невозможно. В том случае, когда один из объектов, объект-носитель, транспорт, движется со скоростью света. Поэтому, как физики это называют, они уточняют классические преобразования Галилея с помощью преобразования Лоренца. И подчеркивают это только для очень больших скоростей. Такой подход напоминает мне старинную байку про Степана Разина. Сидит он в тюрьме, не знает как выйти, потом взял на стене, нарисовал реку, корабль, сел на корабль и уплыл. Всем пока! Думайте! Субтитры создавал DimaTorzok